друзья всем добрый свадебный обед пирос вижу на свадьбе шахрисапте чтобы готовили это корейское блюдо сай наверное будут корейцы на свадьбе приедут в общем это вечернее блюдо идет вечером для всех то есть там и женщина мужчины дети все будут начинается сначала все заготовки болгарского перца а для чего так все сделаете а что вниз пошло все сколько лет вы уже вообще занимаетесь повар поварского 28 лет готовить и только по свадьбам дома кто вас готовить еду вылеза на я тоже дома не готов выходные сидел кто готовит плохо лучше вылеза на вы я думал что скажите жена в общем на каждой свадьбе когда идет приготовление кто-то из родственников всегда находится но это и за поварами присматривают и также если чего-то не хватает сели на машину быстро привезли принесли поэтому на наличие родственников обязательно на любой свадьбе будь она бедная пути на богат на богат на и богат и хотя не бывает бедных свадеб потому что это же брак это же союз это и есть богатство шуфа шуфовая дрова коробочки картон очки непонятно что за дерево орех на на орех похоже в общем чуть позже все это дело разрубится и пойдет в топку так выглядит будущая крышка для казана сейчас разрежу приготовит товарищ повар одна крышка готова сейчас накрывать будет сюда мясо казан кабоби пакет со специями зира зира обыкновенная черная какая-то да обычно а сколько картошек на одного человека получается три картошки и три кусочка мяса а солить уже посолили а мы мясо когда нарезанного его сразу посолили момент это крышка все воды вообще ноль будет сколько вот так во время сейчас будет стоять 40 минут того я обычно видел свою воду добавляют везде здесь ноль воды 40 минут на медленном огне и пока все готовится мы едем на плов здесь на утренний плов мы не успели едем на плов чайханский в дамазе надо было у меня дома покупать тоже так насажал гостей едешь ты купил самый огромный большой машин до который сервиса не вылазит причем пять 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 минут из жизни водителя дома за остановились кого-то за как все выглядит ведь за проезд собирать все засмущался есть покраснел я заметил когда кто-то рядом с ним садится и женского пола он превращается в это где-то голубя баланс баланс вот никак на уже и паспорт власти этого и к в 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 еще раз запечатление на лицо раскрасневшие вот вот так вот сделаем скриншоты поставим на заставку скрытая камера нас все больше становится самая лучшая ошхуна в городе вы часто спрашиваете дениса название я не знаю название сейчас вам скажу как он называется ошмаркази по моему в общем оксарой ошмаркази мы приехали рахмат вот это заведение то есть приехали все присадки смело идите сюда здесь всегда будет вкусно каждый день практически когда работает это ошхуна мы самые первые то есть мы приходим и только через 10 минут начинает открываться казан до это время мы успеваем попить чай и подумать о будущем узбекистан не изменяем традиция нарезали крупным пером и нарезали сельдерей крупно и все вот основные составляющие этого блюда новинка в общем как обычно а кости в шурпу пойдут сделают говядину а баранина можно использовать на это блюдо сайт любое мясо мягко что было вот так вот выглядит заправка к саю сколько здесь всего болгарского перца получается килограмм 5 килограмм болгарского перца лука 5 килограмм и сельдерея сколько килограмм да все а какое количество мяса будет на вот это количество мяса 35 килограмм 35 килограмм мякоть на вот это все с него можно сделать плохо нет не делают здесь мозг там внутри есть но вот с этого на этого можно начинается движуха все чайники понесли женщины начинают приходить я не успел заснять там музыку выключили так на глаз кинули залили кипяточек шурпа уже готова на я думаю с нее начну сначала все жидкая сегодня весь день готовится я сейчас видел хозяина заведения оказывается это не уже третий сын третья свадьба он говорит обычно в первую вкладываешься потому что это все-таки первый и уже далее по мере продвижения все меньше и меньше сидит что-то тут травится есть как раз делают экономный повар это нога до рука тут да точно сейчас должны выдернуть эту кость долгожданный момент и все так лучше обойдем никак она не хочет да в общем целый квест оторвать в общем вы поняли оторвали заготовки все движняк пошел я не буду мешать никому один человек будет наливать да ты уж наливать большой это бык был да грех не готов ты чистый 350 килограмм чист ну да не маленький а в говядине без попадается как у барана также сейчас здесь есть без где-нибудь вырезал вот уже вот здесь не тоже обратил внимание вес это лимфоузол жирно да мы как-то делали шурпу вот с этих костей у меня же давление давление поднялось очень калорийная и опасная шурпа хотя и вкусная началась нарезка наисвежайшего мяса мясо нарезается эти полосками он в зале настолько громко поет что даже в первый раз вот я слышу что вот здесь вот музыка была слышно то есть звонкий голос а 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 все уже женщины все на месте все пришли поэтому уже начинают разливать шурупу вскрыли казанка бог смотрит не подгорает нормально ну ну поджарил четенький получался в общем шурупу раздали сейчас шурупу поедет и вскроет казанка бог и посмотрим как он выглядит столь ставим суп бульончик я вообще ни одной не съел я просто я после плова сыт реально сейчас пока не лезет меня вообще ничего федя говорит пока угощают надо есть все казанка бог готов худой стал не доедаю просто запахло казанка бог ничего не подгорело да все якши все окей я покажу я я на самом деле ненадолго вам просто показать хочу вот так вот выглядит это на одного человека да вот поскольку на одного человека пока основное блюдо еще не начали готовить жарят курицу но она тоже не будет горячим блюдом потому что на стол она уже пойдет как холодная закуска так что у нас здесь здесь раскладывают тандыр густ тот самый там дыр густ наше мясо уже нарезано и так понял сейчас курицу сначала обжарят потом начнут готовить это горячее блюдо принципе сегодня очень много мяса получается 180 килограмм мяса говядины плюс там я не знаю сколько курицы утром была она в обед лишь такое мясо колбасу где-то по 250 на будет килограмм местных блюд только в общем там какие-то артисты приехали ну так выглядит стол но это еще еще тут половина нету точно то есть это оформление певцы музыканты ты будешь им петь ведь какую песню май джан май джаным на их от и разные где звезды поешь я русский давай ты как жених почему-то здесь до сих пор ты скучаешь ведь по свадьбам по свадьбам каждый человек скучает то есть не за горами свадьба правильно свадьба в узбекистане это как праздник на души и тела у нас много твоя когда будет говорит на камеру в общем придется сегодня а уксус будет фельд уксус будет много уксуса уксуса он помогает лучше переварить шурпа здесь бульон а здесь мясо есть без мяса на бульоне в общем шурпа там есть но хат морковка и чуть-чуть помидор как и что-то дальше продолжается здесь чипсы 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 рядом с чипсами будет курица украшают и первый раз вижу на узбекской свадьбе селедку непривычно увидеть селедку сейчас здесь картофель сейчас еще картофель но свадьба такая для поваров такие свадьбы они реально тяжелый потому что я был уже не на одной свадьбе именно вот по кухне сегодня реально тяжелый потому что они готовятся без остановки весь день я вот практически полдня здесь нахожусь у него самого уже ноги отваливаются они со скольким с 3 утра до в 3 ночи вы начали с 3 ночи они то есть сначала приготовили плов к тык он густой избавляет его минерал очка о сегодня газ прям хороший стал да а почему а то есть уличная температура получился и давление газа тоже увеличилось сейчас будет в чистом масле масло чисто да я смотрю сейчас будет я уже забыл как это блюдо называется еще раз сайт я чуть не искал слова и другое сайт лучше отойти если вам действительно это нужно будет вычеркнуть все что то я пока раскрывал это вот ну то кстати это Субтитры сделал DimaTorzok А соль не добавляли еще, правильно? Сейчас вы добавляете, да? То есть предварительно не солили Это китайская соль, да? Все, больше соль не будет, да? Или еще? Еще деминутка Огонь на максималках сейчас Огонь на максималке Время приготовления данного блюда 2 часа Мясо предварительно не солится То есть его посолили позже Смотрим, приготовили соевый соус То есть мясо побелело все Немножко съезилось Красных кусочков уже не видно Ну, свадебный вариант На свадьбах всегда вот такое долгое тушение Пуски, в принципе, некрупные За 2 часа все это приготовится В шурупу добавляют Сельдерей, да? Петрушка Похоже просто на сельдерей немного Где-то полбанки, да? 250 грамм томатной пасты добавили В общем, было бы мясо Найдется, что приготовить Повар еще едет специи несет Но я вижу зира Зира и кашнич, да? Черный перец Черный перец и зира Кориандр не добавляется Зиры прям такую хорошую горсть Вторую Перец черный И соевый соус, да? Да Соевый соус обязательно Обязательно То есть полбанки 200 грамм Вечерняя шурпа Я думал мяса не будет Нет, есть Остан 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 Что это говорят? Ну да, это сельдерей. И значит в шурпу добавляют тоже сельдерей. Сколько сейчас по времени будет готовиться? Сейчас. Последние штрихи. Опять что-то говорят. Скорее все, сейчас крышка еще накроет. А крышка будет, да, сейчас? Все, вот так вот. Не целлофан, ничего. На медленном огне, правильно? Да. Там где-то 4 литра воды. Прошло 15 минут. Все кипит и бурлит. Я думаю, через 15 минут все это погрузится в жидкость. Это будет гарнир к этому блюду. То есть небольшими квадратиками жарится картофель. Вот так вот он будет выглядеть в готовом варианте. И все. Я не знаю, там поскольку-то кусочек картошки и у нас. Вот так вот он выглядит в сыром виде. Вроде. Вроде на улице солнце было. Сейчас уже руки начинают подмерзать вечер. Я буду ждать. Вот так вот. Продолжаем ждать. И еще самый интересный для меня пунктик. Оказывается, когда приходят со стороны невесты, а они не заходят в тульхану. А если приходят со стороны жениха, то они спокойно сзади обходят, то есть через те ворота, через которые проносят еду. А все гости со стороны невесты стоят перед входом. То есть, если в Туйхану открыты двери, то они имеют право зайти. Пока они не открыты, они не имеют право зайти. Вот так вот сидят в машинах. Все блюдо готово. Сейчас попросим повара положить тарелку, показать как это выглядит внутри и обратно. Свадьба еще не началась. Сегодня мы забыли с собой. Сегодня мы забыли фонарь, прожектор, поэтому светим мобильниками. В общем, в принципе, это похоже визуально на чихамбель. То есть, вот так вот будет подаваться на стол. Это на одного человека, да? Вот так вот подаваться. Спасибо вам большое, что показали. Я верю, что это вкусно. Все, Федь, попробуй. Давай, давай. Что ты заснялся? Все, друзья, всем пока. Секреты рецепта вам раскрыли. Что еще нужно? У нас же кулинарный блок. В общем, нас не отпустили. Опишу вкус. Это похоже на составляющую лагмана. То есть, четкий вкус сельдерея говорит о том, что наверное, корни этого блюда от Уйгур. Ну, мне так кажется. Потому что болгарский перец, сельдерей, сою, соус. Плюс-минус все совпадает. Но блюдо реально вкусное. Мясо проварилось. Все супер.